Здравствуйте, друзья! У нас гость из солнечной Туркмении. Как зовут? Байрам. Байрам из города Туркменабад, который был Чарджио. Бывший Чарджио. В общем, кто знает Чарджио, так он из Чарджио, а кто знает Туркменабад, так он из Туркменабад. А Бад это город в переводе? Раньше был, да. Бад. Туркменабад. Значит, Туркменабад это город туркменов. Да. Хорошо. А это вот это, то, что в Турции живут, это ваши прямые родственники? Ну, говорят так, что да. Турки произошли от туркменов. Но они признают это официально? Турки признают, да. Ну, все. Значит, вот это фактически, друзья, кто вот там Турция, что это вот от нас, от туркменов. Коньяк туркменский, знаете. Нам и таджикский коньяк возили. А чего это вы вдруг коньяк-то стали там делать? А у нас виноград. Испакуют у нас уже давным-давно. Карабекский, может слышали даже, карабекский виноград. Ой, коньяк. Так, подождите, а коньяк раз не из спирта делают коньячного? Так, в бочку заливают спирт? Может быть, можно сделать. Ну, ладно, друзья, неважно. Мы попробуем, правда? Анна Леонидовна на камере. Попробуем, Анна Леонидовна? Попробуем. Все. У нас лимончики есть, друзья. Вы что? Наши сотрудницы пошли гулять тут вчера. Так, пройтись немножко. Полосал-то. А там люди свои лимоны выставляют на улицу в мешках и говорят, заберите кто-нибудь, а то, говорит, неудобно. Так, тут мне халат какой-то. Я прям как... Как это фамилия? Якубович? Халат, да, у нас это... Ой-ой-ой. Так. Почтнейшие старейшины носят. А я тоже не пацан уже, да? Ну, конечно, я, может, столько не жил. Слушайте, они курят у вас там? Аксакалы курят? Сидят так и курят человек, нет? Нет. А, мусульмане не курят. Или мусульманам можно курить? Ну, курят сигареты, а так... Понял. О-о-о. Так, подойдите, а как он застегивается? А, тут есть веревочки. Постойте. Так они не то, чтобы нахлёст? Можно вот так, да. Вот так. Давайте, на бантик я. Они завязывают на бантике у вас там? Шапка, правда, ещё бараном пахнет. Свежая. Свежая, да. А, хорошо. Баран. Едкий такой баран, понимаешь? Так, ну... Ну, можно сказать, что налезло. Отлично. Ассалям алейкум. Итак, ещё вот так делают у вас? Или чёткие у них? Да, да. Чёткие. Ну, я так буду, вот так. Хоть бы знать, что получилось. А то вот... Анна Леонидовна, вы не можете повернуть на меня этот самый... Экранчик? Экранчик, да. Чтоб я хоть тоже как-то подумал, что за вид у меня такой жуткий. Так, ну-ка. Ой, ну прям курбаши какой-то. Курбаши, да. Курбаши это что такое? Ну, у нас первый президент был раньше, что курбаши. А курбаши? Курбаши я даже не знаю. Из какого-то фильма о гражданской войне какое-то слово было. Может, они какие-то эти были, знаете, как это называлось-то? Через границу ходили, против советской власти. Ну, хорошо. Басмачи. Басмачи, вот что-то такого плана, да. Басмачи, да. Слушай, молодое такое слово знает. Ну, вот, друзья... А, нет, это надо... Движение должно быть вот так. Это современные курбаши, да? Он с коньячком крутится. Ну что же, таких халатов у нас ещё не было. А это называют в жару или от холода? Ну, в любой погоду. У нас в основном холода не бывает. Так. Ну, люди как у вас там, в халатах ходят реально или только на праздник какой-нибудь? Ну, ходят. Зачем ходят? А можно вот в этом халате сесть вот так по-турецки и чай пить в чайхане? Можно. Можно. Хорошо. С вашим красивым бокалом обязательно. Этот шёлковый путь. Да. Он какой-то казахский, нет? Казахский, да. Красиво. Так. Слушайте, а действительно, к этому бокалу-то не хватало? Не хватало. Вот халата. И папаха такая. Как это называется папаха? Название есть? Ну, вот. Шапка. Как туршмены называют? Шапка. Шапка? Ну, хорошо. Шапка. Хорошо. У меня там папах там спиток есть от разных казачьих. Леонидовна, покажите, пожалуйста, вот наши шапки, как мы их повесили на стену. Давайте я, друзья, я вам покажу. Упорядочили. Да. Мы упорядочили шапки на стене. Потому что так много места занимают, что я уже так натыкал там гвоздиков. И вот. У нас шапка, у нас ещё папахи вот такая есть. Такое ощущение, как кубанская такая. Да. Вот много, пожалуйста. Так. Гость. Идите сюда. Ой, у него тоже красиво. А вот эти вот, это не ваши вот эти? Это нет. Это казахские, монгольские, наверное. Да? Вот тоже не ваши. У вас таких не носит? Нет. У нас этих не носит. Хорошо. Слушайте, у нас ещё спустите на гости. Он в тюбетейке, знаете. Да. Это вот у нас в основном молодёжь. В тюбетейке, понимаете? Да. В тюбетейке. Школьники, студенты. Основной вот это одевают. И у нас ещё вот чешки. Это у нас наши девушки, женщины. Собственно, ручно. А, я думал, ходят в этом? Ну да, носят. Это чешки. Ну, я, конечно, чешки это помню из кожи. Так и дермантина были в СССР. Это у нас для танцев были. Для танцев. Для роков с культурой. Вот бы чехов такое, да? Чтоб они там... Да. Так, понимаете, это не варежки. Нет. Нет. Это вот мужские, а это вот женские. Большие женские? Да. Тогда я не понял. А это с ногой не связано с размером? Да нет. Они растягиваются. Ага. Как интересно. Мужские это вы по окраске видите? Ну, вроде бы, как мне сказали. Вот это с разрезом, это женские. Я понял. То есть, это вы сами-то не носите. Да. Это вы так, как бы, с чужих слов. Родители носим. А, окей. Хорошо. То есть, молодежь носит тибетейку, а родители там тапочки. Хорошо. Ладно. Кончились подарки? Спасибо. Леонидовна, тогда мы передаём привет родителям, родственникам, Туркмении в целом, потому что, не знаю, есть ли у нас ещё люди из Туркмении, которые нас смотрят, ну, наверное, кто-то смотрит, Средней Азии в целом, да, и тем, кто вообще по-русски говорит, где бы они ни жили, поскольку у нас тут такое общение не тюркское. Всем привет. Давайте ручкой помахали. До свидания.